И что я могу рассказать о своем путешествии? Да, вот таких вот жителей я встречал в тибетском перевале. Тибетцы вообще очень люди простые, гостеприимные. Чем-то мне очень напомнили они жителей Ант. То есть, их гостеприимство такое, оно не прямое. То есть, наоборот, я бы так сказал, что поначалу кажется, что они такие вот закрытые. Но так же, как и кечуа, если с ними подружиться, то они становятся очень открытыми, сердечными, дружелюбными людьми. Ну, я расскажу вам историю, которая у нас забавно приключилась в тибете, которая как раз характеризует тибетцев с этой страны. Какие вот бабушки там встречаются, молитвенные барабаны, молитвы, мантры, которые вместо того, чтобы их начитывать, можно молитвенный барабан вращать. И, соответственно, считается, что они как-то произносятся. Часто вообще на протяжении вот этого путешествия, повторю, что мы двигались из Непала, из Камаду. И, соответственно, у нас были в нашей импровизированной группе люди из Японии, из Испании, из России, я и мой племянник, который в те времена был совсем юнцом, но очень ему захотелось за мной поехать. И я его взял в путешествие. Тибет у нас был только часть нашего путешествия, поскольку мы путешествовали еще и по Индии, и в Непалу. Достаточно долго. Мы много времени привели в Непале. А в Тибете вот так вот мы передвигались через перевалы, останавливались в таких вот живописных местах у священных рей. И достигли мы Шигадзе, это, как вы можете прочитать, это второй по населению значимости город Тибета после Лыхасы. Здесь он интересен тем, что здесь находится астерта Шилунко и дейли резиденция Панчан-Ламы. Вы знаете, да, что духовным, ну, сейчас только, конечно, духовным лидером Тибета является Талай-Лама, Талай-Лама 14-й. Да, недавним временем он также был еще и светским главой, то есть теоретическим главой Тибетского государства. Но, как, тоже нам всем известно, что в 50-е годы, в результате революции и прочих, так скажем, коммунистических событий в Китае, Тибет был оккупировал, и, соответственно, Далай-Ламе пришлось эмигрировать в Индию, в Крансалу. И до этого времени, соответственно, начиная с первого, а самая, наверное, известная, пятая Далай-Лама, с этих вот, с времен Пятого Далай-Лама известна традиция передачи, передачи власти от Далай-Ламы к Далай, к следующему Далай-Ламе. Причем считается, что Далай-Лама является перерожденцем, или духом, да, перерожденцем, то есть он перерождается в новом теле, а вот задачей, в том числе Панчан-Ламы, является обнаружение с помощью, скажем, ряда ритуалов и определенных узких медитативных практик и так далее, обнаружение Далай-Ламы, новой Далай-Ламы. Соответственно, в свою очередь, следующие Далай-Ламы ищут и обнаруживают Панчан-Ламы. Такое, получается, чередование. Сейчас это музей. К сожалению, конечно, великому сожалению, сейчас Тибет, находясь в таком положении оккупированной территории, да, соответственно, превратился, с одной стороны, в такой музей под открытым небом, но, с другой стороны, конечно же, Тибетцы испытывают очень большое и психологическое, и физическое притеснение со стороны Китая, и, конечно, вот, большинство известных, связанных с историей Тибета таких вот памятников, они сейчас превращены в музеи. Ну, с другой стороны, есть, конечно, какая-то положительная страна, да, то есть неизвестно, как пустили бы Танас или нет, были бы просто туристами, а Тибет был бы, а это были бы, так скажем, только лишь действующие монастыри, может быть, не смогли бы мы туда попасть. Но, во всяком случае, те, кто являются просто туристами, а не паломниками. Ну, конечно, посещение храмов и монастырских комплексов Тибета словами этого передать невозможно, как, наверное, невозможно передать посещение любых храмов, комплексов, и, конечно, даже, ну, я уж не говорю там о каких-то дальних странах. Сергиев Посад, да, каждый раз, когда я туда приезжаю, это что-то такое невероятное ощущение, да, вот, такая вот энергетика. Один мой друг, он приедет, буддист, к нему приезжал известный, неизвестный, неизвестный, а очень такой глубоко практикующий лама тибетский. Мы посетим место, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Он сказал, что это место, оно просто по энергетике очень напоминает вот ему лично, просто чувствует те же энергии, те же вибрации, как в тибетских местах. Вот я могу со своей стороны, не являясь таким вот, знаете, глубоким экстрасенсом, да, но вот по моим ощущениям, посещение тибетского храма в Лахасе, Джокканг, храм Джокканг в Лахасе, вот у меня были, наверное, те же ощущения, как вот, которые я испытал, посетив храм, в котором проходится делом преподобного Сергия Радонежского. Кстати, ну, не знаю, как вам, вот у нас здесь как-то была встреча, посвященная хамбаламне Цегелову, да, но, знаете, что это тоже такой вот феномен, когда буддийский бурятский монах, пролежав 70 лет в земле, после этого, когда его тело достали, оказалось, что оно не подвержено тлению, и, более того, его суставы сохранили гибкость. Получилось так, что однажды, когда мой отец путешествовал по Забайкалю, его попросили, хамбаламне Цегелова, и вот он засвидетельствовал, да, что, действительно, это феномен совершенно невероятный, а мой отец еще меньше, чем я, так сказать, к мистическим интерпретациям в действительности, вот, он сказал только, что это феномен исключительный, совершенно исключительный феномен. Так вот, здесь как раз вот завязалась такая дискуссия между буддистами и православными, да, в том, где, собственно говоря, искать святости, да, и знаю, что вот у нас есть такие нетленные мощи, да, нетленные тела, и знаю, что вот такие же тела есть, вот, не только, естественно, в Бурятии, но и в Тибете, да, еще, наверное, в большем числе, я лично, наверное, все-таки склонен к тому, что духовность, она не имеет каких-то доктринальных границ, если человек настроен вот таким вот внутренним, светом, просветленным образом, да, то все люди приходят, наверное, к одинаковым результатам. Поэтому, наверное, я, наверное, мое такое личное убеждение, что духовность Тибета, она такая же глубокая, как и духовность других стран, да, в ... Если там этих концепциях с того величия и высоты тех мест. Ну, так сказать, конечно, лучше такой вот обзор. Когда поедете, кто-то был припомнен в своих путешествиях, конечно, впечатления не сбываем. Такие вот улочки, монахи. Вообще вдоль дороги, как раз на дороге, соединяющей Непал и Тибет, такие вот цонги или крепости встречаются не так много. И не так много, к сожалению, сохранилось, но они такие создают непередаваемые впечатления, такие вот цитадели. Дальше я потом еще покажу. Интересно. А вот так в Тибете, не используя огня, можно вскипятить в чайнике. То есть вот такая вогнутая линза, и с помощью нее нагревается вода в чайнике. Ультрафиолетовое излучение, конечно, на высокоборье колоссально. Когда я впервые увидел детей тибетских, просто практически до костей, с такими вот прожженными щеками, я как-то был удивлен, думаю, что уж совсем о них не заботится. А потом, конечно, по случаю, произошедшему с моим племянником, понял, что, конечно, солнечная радиация там просто колоссальная. И, кстати, здесь у меня не будет таких фотографий, но вы можете встретить фотографии традиционных кочевников, тибетцев, таких вот изображения, ну, вот, линца, как бы испачканной грязью. И вот там иногда комментируют, вот такие тибетцы, они вот не моются, не верьте им. Это не потому что не моются, они просто обмазываются специально, а вот это, как сказать, место защитного греба. Это другое интересное место, Енце, поселок, расположенный на высоте около 4000 метров. Это уже дальше от Шигат, 90 километров. Это место интересно тем, что здесь находится монастырский комплекс, а также цитадель или крепость. Вот эта вот ступа, бум-бум, к сожалению, просто времени мало, информации очень много. Я не стал, наверное, в этот раз брать свои видеозаписи, потому что, конечно, просто не сможем всего этого объять необъятным. Это было очень интересно. Я с камерой шел по всему, по всем этим залам, и впечатление такое складывается, какое-то вот совершенно такое мистическое, что в каждом зале или в каждом помещении священные татрические божества, идомы, то есть те образы, в которых эдитируют буддийские монахи или буддийские йогины. Конечно, это что-то такое невероятное. Так вот так, медленно-медленно вот так можно добраться до вершины. Вот мы там до вершины, мне племянник снизу сфотографировал. А это вид просто-таки со ступа.